Итак, июнь, июль месяц, 13 число. Ну, Ирина не даст соврать, установил мощнейший кондиционер. Сейчас нас здесь даже немножко знобит, подмораживает. Работать стало чуть-чуть комфортнее. Шучу, сейчас шутил. Хотелось бы рассказать о прошедшей неделе, какие радости большие и маленькие посетили меня. И начну с моей любимой темы. Солдатики. Вот такой вот древнерусский воин попался мне в развалах нашей любимой барахолки. У него единственный недостаток, в руке должен быть меч. Он обычно выполнялся из красного или синего пластмасса, такого хрупкого. Этот отсутствует. Ну, как сказать, для доработки можно его взять и порадоваться. В унисон к нему попался вот такой древнерусский воин. И вот у него-то колчан на месте не отвалился. Редчайшее явление в наше время. Но, тем не менее, стрела утеряна. Мы видим вот крепежное отверстие, куда она вставлялась. То есть, ну, достаточно динамичная, хорошая фигурка. Вот попалась. Можно будет ее оставить себе. Фирма Технолог порадовала меня вот таким вот космодесантником. Название этого набора я сейчас точно быстро не вспомню. Ну, тоже динамичная фигура из цветного пластика. Все. В коллекцию уходит очередной зверомонстр. Ну, это привет из 90-х. Вот их парочка попалась. Руки шевелятся на сочленениях подвижных, на шарнирных. То есть, вот тоже уходят в коллекцию. Такие вот продаются от 40 до 70 гривен. Ну, это уже коллекционер, который берет себе их. Опять десант. Ну, это не космодесант этот отряд называется как-то по-другому. Серый пластик. Такая фигурка. Гротескная. Человек вооружен и бластером. Супер современным. И кольтом. Так. Ну, солдатик из набора Великой Отечественной. Это 90-е годы. У меня такой, несколько репортажей назад показывал, был с трехлинейкой. 41-й год, вот 45-й год уже видим. Автомат ППШ. Граната. То есть, уже наступаем. Очень великолепный столбик. Металлический, да? Да, металлический солдат. Окрас вытянутый. Такой, очень натурально выполнен. Если не ошибаюсь, Минский завод выпускал такие наборы. Там были солдаты и кавалеристы, и техника плоская была. Считаю, удачная находка в мою коллекцию. Порадовала вот такая вот открывашечка. Посвящена тоже тематичная победа во Второй мировой войне. Город Чернигов. Очень хорошее состояние. Несколько раз опробовал. Пиво открывает. Великолепно. То есть, вещь прикладная и полезная. Мне повезло. И произвела такую достаточно приятную закупку. Которая порадовала. Вот такая вот чешская конфетница с мельхиоровым ободком. По ободку идет орнамент. Вручная огранка, я так думаю, это все не механическая. Вручную доводилось. Вещь очень-очень позитивная. По цене я пока не определился. Потому что буквально вчера взял. Надо думать, надо взвешивать. По ценам пишите или звоните. Телефон Viber WhatsApp будет под видео. Да, обсудить мы можем. Любую цену. Любое предложение будет услышано. Также, несомненно, порадовало 6 пар LFZ. Чайные чашки и блюдца. С орнаментом «Золотая осень». Причем на всех чашках мы имеем вот такую клюну. Майден УСС. Состояние очень хорошее. Потертости практически нет. На блюдечках. На двух есть надпись Майден УСС. На остальных вот LFZ. И черным какие-то цифры, точечки, пометки дополнительно сделаны. То есть, LFZ это LFZ. Тут добавить что-нибудь очень тяжело. Потому что качество фарфора прозрачный, невесомый. Рисунок выполнен. Деколь. Ну, я так понимаю, с элементами ручной росписи. Потому что вот здесь видно, что раскрашивалось вот этот коричневый живот. И желтый фон добавлялся вручную. То есть, очень интересная работа. Звоните, предлагайте. Будем идти навстречу пожеланиям наших зрителей. Шесть чашек. То есть, можно забрать как все вместе, так и по отдельности. Я возражать не буду. Также несомненным успехом стала покупка вот этого замечательного чайника. Дулева или Дулева. Масса позолоты. Ручная роспись. Как бы изначально, если бы кто-то попытался описать мне словесно, там вот фиолетовый, зеленый цвет, там небольшое количество черного, позолота. Меня это вполне возможно и не впечатлило. Но вот, когда я увидел этот чайник вживую, 92-й год, посмотрим, где стоят номера, цифры. То есть, просто общее впечатление самое позитивное. На 3 литра полноценный чайник. То есть, садитесь и пьете чай большой, даже очень большой компанией. Состояние сказочное. Скажем прямо, фарфор не часто заходит в таком состоянии и попадает ко мне. И в плане статуэточек, несомненным успехом стала композиция кумушки из серии «Зимний дворик». Данная статуэтка имеет недостаток, производственная трещина. То есть, при спекании материала она образовалась. Ну, все остальное целенькое, непотертое. Ну, здесь и потереться, грубо говоря, нечего, потому что... Были статуэтки из этой серии, в которых добавлялась позолота, она обычно была потертая. Тут вот, в таком состоянии. Потом девочка-плясунья. Очень в хорошем состоянии. Позолота только в 2-3 местах слегка потерта. Я лично видел вариации косынок. Красное, желтое, зеленое, синее. Некоторые попадались даже там в горошек. То есть, вариаций много, разновидностей. Ну, такая динамичная, хорошая композиция. Очень симпатичная. Веселая. Много места не занимается в полке. Прелесть именно, наверное, в этом. И вот этот, конечно, мальчик якуты, эскимос. Тут самое большое достоинство, это песцовая шкурка. Шкурка, сами понимаете, цены необычайной. Ну, и это сама Даха, посмотрите. Национальный костюм этого юноши. Унты тоже чего-то стоят. А производитель? О производстве мы можем судить, только порывшись в интернете, потому что стоит только высший сорт. Ну, я думаю, уделив какое-то время поискам, мы определимся, кто же смог такую вещь нам произвести. И потом две очень неплохие вазочки. Чехия. Да, очень симпатичные. Обтекаемые формы. Интересный переход цветовой гаммы. От синего через желтый к оранжевому. Небольшой размер данной вазочки. Опять, как плюс, много места не занимает. Но сама по себе очень увесистая. Ну, опять, в любой квартире, в любом помещении создаст настроение, создаст стиль. Очень хорошая вещь. Положительная, позитивная. Без сколов. Без сколов. Есть там царапинка на дне. Нет, ну это такое дело. Какой-то чистки. И вот тоже цветное, стекло зеленое. Как говорится, первое впечатление – простота. Ничего подобного. Но если посмотреть, то понимаешь, что это очень хорошая вещь. Для маленького букета. Да, вполне. Прихожу на украинскую мову, чтобы родилы те, кто ее шанует. Время от времени я буду это делать. Мы не возражаем. Не возражают. Замечательно. Так, и что же, что же нас еще радует в этом мире. И, так сказать, закупку эту я производил одной нашей зрительнице нашего канала. Ей огромное спасибо. И, так сказать, вот она предоставила нам бесплатно несколько битых фигурок. Бонусом. Бонусом. Вот фигурка Лани, косули, оленя. Европейское клеймо. Возможно, Германия. Надо чуть-чуть внимательнее посмотреть. Статуэтка выполнена очень реалистично. Недостаток – битая копытца у данного животного. По просьбе данной телезрительницы, она хотела, чтобы эту статуэтку я подарил ведущему нашего канала. Спасибо. Так как она наслышана о том, что Ирина занимается реставрацией. Я пытаюсь. С Ириной возьмем слово, что плоды этой работы она нам покажет. Я покажу обязательно. Спасибо огромное за подарок. Есть татуэтка, которая уходит из зрительного зала «Дети. Танцующий гуцульский танец». Тоже имеет вот такой недостаток – битая ручка. Но опять, ввиду того, что это не самая сложная композиция, там танцующие взрослые гуцулы, там рукавы мужчины более длинные, пальцы разделены. Здесь отреставрировать нужно будет только кисть. Также была еще убитая ЛФЗшная синичка, но она улетает в Германию. Говорят, в Германии климат. Там тоже ей повезло синички, там тоже реставраторы живут. Там тоже есть реставратор, да. Поэтому, Ирин, прими, пожалуйста, от благодарных зрителей. Спасибо, спасибо огромное. Они тебя любят, они тебя ценят. Мы починим, полечим. Да, да. Они ценят твои усилия. И будут они жить дальше. И в дождь, и в холод, ну прям как в песне. Спасибо большое. Да, то есть, приноси нам радость. Радуйся сама, радуй нас. Хотели мы с Ириной расстаться, и не получилось. Ибо на самом выходе только помахала она ручкой. Пришел к нам юноша приятной внешности и принес следующие вещи. То есть, закупка произошла буквально на глазах Ирины. Две статуэтки под кодовым названием «Майская ночь». В чем прелесть покупки их парой? В том, что сразу мы их ставим и видим, какие различия в раскрасе, в исполнении лиц, орнаментов, на юбках девушек. То есть, ну, просто очень классно, очень позитивно закупились. Черевички разные. Да, разные черевички. То есть, ну вот, прелесть всего этого, что когда несколько одинаковых статуэток, якобы одинаковых, при ближайшем рассмотрении, они оказываются вообще разными. Потом также зашли, если говорим о фигурках людей, зашла вот такая вот композиция русский «Перепляс». Ну, то есть, тут одна гармошка чего стоит. Ну, и парни сразу видно, выпившие, танцуют. Ну, все как всегда у них. Слава Богу, хоть кто-то веселится. То есть, тоже целенькая, небитая статуэточка. И позолота, все просто в идеальном состоянии. На мехах баяна видна. То есть, баян еще не коротко. Значит, следующие, опять парой зашли, две одинаковых статуэтки. Тоже в стиле русский «Перепляс». Парень с балалайкой, девушка с косынкой идет в пляс у него за спиной. Тоже вот две статуэтки рядом рассматриваем, видим, насколько по-разному раскрашены лица. Даже поворот голов у девушек разный. Да, я вот знаю по этому. А, да-да-да, что-то в этом есть. Лица даже у ребят там разные. Все как в жизни, все разные. Одинаковых буквально не бывает. Вот это гораздо симпатичнее. Да, то есть вот, так вот, даже если развернуть их и начать смотреть, вот, заброс руки, тоже мы видим, что они отличаются. Хотя вот, в принципе, цветовая гамма росписи, использование красок, казалось бы, одинаковое. Ну, здесь лучше просто оттеняет вот этот изгиб. Здесь более обленная краска, здесь не так четко. Ну вот, опять же, парой зашли пара вот этих замечательных лисят. Это паломная наша? Да. Замечательные. Также парой зашли две замечательные сторожевые собаки, характеризуемых как овчарок. Вот такие вот замечательные песики. Старенькие клейма. Да. Шестидесятые, возможно, даже и пятидесятые. Высший сорт, и тоже высший сорт. То есть достаточно старенькие. И тоже они немножко разные в расторах. Да, конечно. И замечательный, жалко один же ребенок, стрягунок я его назову. В яблоках наверняка орловской породы. Большая, крупная стоятка. Да, вырастет, будет отменный жеребец. Каковой. То есть вот буквально на глазах у автора, у ведущей нашего канала произошла эта закупка. Приносит она удачу. И да, конечно же. Самое ценное, что может быть в хозяйстве из птицы, это гусь. Вот такой вот. Минимум килограмм 25-30. Гусь еще тот. Лапчатый как минимум. И серый, не белый. Белый где-то там шасты по огороду. То есть вот так вот. Закупились. И ступка, и блюдечко с голубой каемочкой еще. Блюдечко, да. Прошу обратить внимание. Есть у нас в наличии то самое блюдечко с голубой каемочкой. О котором говорил незабвенный Остап Ибрагимович. То есть к нему еще должны быть ключи от квартиры, где деньги лежат. Но ключей пока этих нет в нашем распоряжении. Ну и в нагрузочку вот такая керамическая вещица. Пестик керамический. Он от химической вообще посуды. Но в принципе можем его использовать в быту. Если кому-то понадобится. Вы только скажите. Мы-то вам поможем обязательно. Три замечательных тарелочки зеленого стекла. Как гласит история. Произведены в Солнечной Республике Латиноамериканской Бразилии. То есть имеются у нас их сразу три штуки. Я считаю для летних салатов. А даже не салатов. Даже для мясных закусок. Даже для горячих. Вполне подходящие блюда. Поэтому вот они могут стать вашими. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо за любые слова. Что? Чашечки? Да, чашечки. Это уже все когда-то было. Все уже было. Да, это уже было. Кофейные чашечки. Это я перебирал, наводил порядочек. Там вот эти карамельные рюмочки достал. Поставил. У меня некоторое обновление произошло товар. Поэтому я расставлял товар по-новому. Вот достал вот эти чашечки. Сахарница, чайничек. Мне нравится здесь форма у этих чашек. Да, чашки замечательные. Ну это так, разве что. Ручная роспись. В качестве повтора показать. Мне, кстати, простили показать полки. Да, если кому-то интересно, я буду рад. Я так пройдусь. Ты пройдешься, а я буду наигрывать на... На барабане. На африканском барабане. Как говорится, флейты нет, купите бубен. А, арфы нет, купите бубен. Ну, еще, так сказать, классику переначал. Ну, мне можно. И, говорит, молодые марокканки исполняют танец живота на входе в наше заведение. Когда-нибудь, надеюсь, дойдем мы до этого уровня. То все больше мы в марокках. Закажем марокканок. Ну, или хотя бы пару мароккас. То есть, ну, чем богаты, тому и рады, так сказать. Если у кого-то за что-то взгляд зацепился, не стесняйтесь. Звоните, обращайтесь. Готов обсуждать цены. Дополнительные фотографии пришлет Дмитрий, если что. Да, какие-то вопросы, пожалуйста. Постараюсь на них ответить достаточно внятно. Если первичное объяснение было недостаточно, я с удовольствием повторюсь. И надеюсь, вот этого будет польза для всех, для нас. Ну, теперь пора попрощаться. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Выбачьте еще не так. Выбачайте. Пока-пока. Но все добре.